МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург в студии Александра Вараксина. И Евгений Славьёв о главном расскажем. Смотрите в этом выпуске. Ни один вопрос не останется без ответа. Расскажем, какие поручения уже даны по итогам прямой линии губернатора с горожанами. Желтый уровень погодной опасности объявлен в северной столице. По прогнозам синоптиков метели, сильный ветер сохранятся. И завтра коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Если от вас сбежала, как вам кажется, последняя электричка, через 10 минут придет следующее. Тактовое движение сегодня запустили между Петербургом и Павловском. За ее плечами сотни научных трудов и спасенных жизней. Юбилей отмечает главный специалист по клинической онкологии Рашида Орлова. Желтый уровень погодной опасности действует сейчас в Петербурге. В связи с прогнозом синоптиков о возможных неблагоприятных явлениях, связанных со снегопадом и сильным ветром, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб. Предстоящей ночью ожидается метель. На дорогах гололедится. Власти города просят водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Внимательными просят выйти и пешеходов. Губернатор Александр Беглов поручил членам правительства рассмотреть все обращения петербуржцев, которые поступили во время прямой линии. Глава города обратил внимание, что ни один вопрос не должен остаться без ответа. Необходим четкий анализ и современное, своевременное решение. В ходе прямой линии ответил на вопрос, который наиболее часто задают петербуржцы, над которыми мы активно с вами работаем. Это комплексное развитие территорий строительства, это метро, развитие транспортной системы, строительство школ, детских садов, учреждений здравоохранения, утилизация мусора, реформа ЖКХ. В связи с этим дают поручение Комитету Центрального развития отработать все обращения петербуржцев. Их необходимо проанализировать, распределить по всем ответственным исполнительным органам государственной власти. Комитет должен проконтролировать их выполнение. Комитет по социальной и политике, в свою очередь, должен подготовить постановление правительства о единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей, один из родителей которых участвовал в специальной военной операции. По поручению Александра Беглова, выплаты должны произвести до 28 декабря. Проблемные долгострую ЖК Ломоносова сдадут в следующем году. Во время прямой линии губернатора Петербурженко задала вопрос о судьбе жилого комплекса и недоделок в одном из корпусов. По словам главы города, этот объект находится на особом контроле. Строительство дома завершает новый застройщик. Тот корпус, который предыдущая строительная компания не сдала, теперь уже на финишной прямой его сдадут в марте 2023 года. Сейчас там идут строительно-монтажные работы, установка окон и дверей, отделка помещений. Достраивать всегда очень сложно. Это требует финансовых больших вливаний. Тем не менее, этот вопрос тоже был решен. Задача главная – это соблюдение графика строительства. И корпуса должны быть сданы с достаточно хорошим качеством, поскольку они новые корпуса, то есть они достраиваются, поэтому качество тоже должно быть хорошее. Третий корпус нам достался с большими-большими замечаниями. Пришлось демонтировать лестничные марши, потому что они были установлены, смонтированы не по проекту, что повлияло бы на дальнейшую отделку лестничных литровых узлов. Большие отклонения геометрических размеров по проемам дверным и оконным, из-за чего пришлось довести до нормальных геометрических размеров, чтобы можно было смонтировать конструкции. Возводить последний корпус после недобросовестных подрядчиков новому застройщику пришлось практически с нуля, а в начале этого года там был залит фундамент паркинга. За 8 месяцев строители почти на треть возвели. Каркас, здания, монолитные работы продолжаются. Кроме того, города совместно с новым инвестором и управляющей компанией устраняют недочеты в уже сданных корпусах. Так в одном были перебои с водоснабжением. Местами протекала кровля, в парадных трескалась краска. Не работали лифты, а все проблемы постепенно устранили. Мне на девятом этаже, да, самое главное, конечно, был лифт. Потому что ребенок-то ходил до третьего этажа поначалу, начинал плакать. Потом до пятого этажа научились ходить, потом уже с остановками до девятого. Сейчас на лифте ребенку нравится спокойно. Можно уже и с двумя сумками продуктов, и с ребенком подняться спокойно. Запустили лифт. Самое главное для жителей второго корпуса. Это долгожданное событие. Много недоделок еще, но все делаем. Мелочи по ливневкам, на лестнице облупилась краска. То есть такие моменты кровля закончены, арки закончены. В планах также обустройство территории между корпусами. Установка комфортная и функциональной детской площадки. Ее откроют летом следующего года. Еще одна острая тема прямой линии губернатора. Платные парковки. Автовладельцы, проживающие в одном из старейших районов города, задавали вопросы по изменению количества парковочных мест и схемы движения по некоторым улицам. Александр Беглов дал поручение эту тему решить, рассмотреть подробно. Сегодня глава комитета по транспорту Валентина Янакаев пообщался с жителями админалтейского района. Цель – улучшить механизмы работы и обеспечить комфортную жизнь горожан. Люди заинтересованы в возможности парковать машины не только по месту жительства, но и возле объектов социальной инфраструктуры – больниц, детских садов и школ. Волнуют границы работы парковочного разрешения. И в некоторых случаях места для маломобильных, не совсем в том месте, где наиболее рационально его разместить, есть просьба их подвинуть, поменять. Где-то организации дорожного движения, предложения есть конструктивные, пересмотреть. Они требуют специального внимательного подхода, немножко нестандартного. Но будем реагировать, будем делать более комфортную зону платной парковки. Также горожан беспокоит возросшее количество машин в открытых дворах. Автомобилисты, которые пытаются обойти закон, паркуются возле детских садов, площадок и мусорных контейнеров, осложняя логистику пешеходов. Ну и в целом же собравшуюся инициативу введения платных парковок одобрили. Наведение парковочных мест имеет большое значение. Прежде всего, наведение порядка на улицах – это раз. Второе – повышение проходимости улиц – это два. И прежде всего, главное – это люди, которые живут в близлежащих домах. Они имеют возможность оформить парковочное место и свои машины поставить рядом с домом. Кроме того, на встрече с жителями Адмиралтейского района обсудили и доступность общественного транспорта. Так, временной интервал некоторых маршрутов будет пересмотрен и добавлен новый маршрут от Балтийского вокзала до Солнечного города. Во время прямой линии к губернатору обратилась руководитель одной из петербургских некоммерческих организаций, которая занимается вопросами усыновления детей. Приемные родители, которых организация сопровождает, готовы взять в семью ребят из ДНР, но пока механизм не совсем понятен для потенциальных усыновителей. Организация попросила у правительства Петербурга помощи в этом вопросе. Глава города отметил, что эта задача должна быть решена. Ну и сегодня на своей странице ВКонтакте и Телеграме Александр Беглов рассказал, что дал поручение главе комитета по соцполитике проработать механизм и помочь разобраться в вопросе НКО, которые помогают в этом важном деле. Два месяца назад Петербург принял 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей возрасте от 10 лет из ДНР. Пока еще большая работа ждет психологов. И эти дети должны пройти большой адаптационный и реабилитационный процесс. Сейчас мы с негосударственным сектором, как и с государственным сектором, с общественными организациями продумаем ряд дополнительных программ, которые бы способствовали наиболее, ну скажем так, комфортному, наиболее правильному, спокойному, плановому и системному уходу этих детей в семью. Надо понимать, что вообще принятие ребенка в семью – это особенное событие в жизни любого человека. Но когда мы сталкиваемся с ребенком, который пережил не одну трагедию в своей жизни, мне кажется, нужно наиболее полно готовить этих родителей и самим родителям отдавать отчет в тех рисках и проблемах, с которыми они могут столкнуться. Сейчас дети живут в отдельных комнатах в центрах помощи семьи и детям, обеспеченные полноценным питанием, ходят в образовательные учреждения и получают медицинское, педагогическое и психологическое сопровождение. Новогодние праздники для детей подготовили насыщенную экскурсионную программу. Город оказывает поддержку и самим усыновителям. В Петербурге насчитывается 16 школ приемных родителей. В них обучают теории и практики, чтобы будущие родители были готовы к приему ребенка в свою семью. Александр Беглов на своей странице ВКонтакте рассказал о двух братьях, которые ждут усыновления и выразил надежду, что их история отзовется в чем-то сердце и они попадут в прекрасную петербургскую семью. История о двух братьях из ДНР, которым помогли воссоединиться в Петербурге в нашем репортаже. Это Тимати. Нравится творчество. Портрет своего любимого хип-хоп-исполнителя 14-летний Ярослав рисует прямо на футболке. Технику освоил всего два месяца назад. Получается, на занятия в изо-студию теперь ходит вместе с младшим братом Олегом. Так веселее. У Ярика это вторая работа, а Олег в первый раз пришел. И он сразу целенаправленно именно с росписью ткани. То есть он принес футболку, выбрал сам рисунок и начал работать. О судьбах детей-сирот из Донецкой Народной Республики шла речь на прямой линии губернатора Петербурга. Представитель одной из некоммерческих организаций поинтересовался у Александра Беглова, как городские власти могут помочь семьям, желающим усыновить детей-сирот из ДНР. Два месяца назад Петербург принял первых 11 детей-сирот и детей, оставших без попечения родителей. Это возраст от 10 до 15 лет. Это из Донецкой Народной Республики. Все дети были обследованы нашими специалистами. Каждому ребенку разработана индивидуальная программа развития. Дети начали учиться, посещать кружки, школы. Александр Беглов поручил петербургским профильным специалистам связаться с автором обращения и помочь с решением вопроса. Тем более в северной столице есть положительные примеры социализации несовершеннолетних. В родном Углегорске братья Ярослав и Олег воспитывались в детских домах порознь и только переписывались в социальных сетях. Увидеться смогли в самолете уже на пути в Россию, а потом вновь потерялись. Олега отвезли в Кировскую область Ярослава в Петербург. Но старший брат скучал по-младшему и просил найти Олега. Я его не видел с сентября. Когда он приехал, я так был рад. Сначала я с ним переписывалась, а потом я ему один раз позвонил. Но потом уже сказали, что меня к нему отправят. Конечно, они там такие обнимашки, там до слез. Потому что, когда мы их забирали после самолета, просто рыдал наш мальчик, что их разделили. Было очень тяжело вот это все, всю дорогу он расстраивался. Поэтому, конечно, они поселились вместе в одной комнате. Но если наши ребята, они уже настолько влились в наш коллектив, они участвуют во всех мероприятиях, в спорте, везде пишут письма Деду Морозу, готовятся к лагерю, то Олег приехал такой достаточно замкнутый. Но день ото дня улыбка на его лице появляется все чаще. Ярослав, когда вырастет, хочет стать автомехаником. Олег врачом. Сейчас в этом центре содействия семейному воспитанию живут семь детей из Донецкой Народной Республики. Женя и Настя готовятся к новогоднему балу и сами мастерят подарки и шьют наряды. Вопрос с российским гражданством почти решен. А благотворители уже начали переговоры о возможном усыновлении несовершеннолетних. Есть потенциальные семьи, с которыми я общаюсь. То есть они готовы были бы принять в семью ребятишек. И тоже рассматриваем такой вопрос. И как раз общаемся с такими семьями, которые хотели бы, чтобы у детей появилась новая семья. Судьбы Ярослава и Олега, пожалуй, заслуживают даже экранизации. Мальчиков разлучили. Они могли больше никогда не увидеть друг друга. Но сейчас оба в Петербурге. И эта история со счастливым концом. Дмитрий Копытов и Алексей Погудин. Новости. Телеканал Санкт-Петербург. Тактовое движение сегодня запустили между Петербургом и Павловском. Дополнительные пригородные поезда не только сократят время горожан в пути на работу, но и повысит транспортную доступность Пушкинского района, который сейчас активно застраивается. Для реализации проекта проделали большую работу по обновлению нужной инфраструктуры. Планируется, что дополнительный железнодорожный транспорт запустят и по другим направлениям. Дмитрий Ковалев о торжественном запуске тактового движения и о планах на будущее. Электропоезд. Сообщение. Павловск. Санкт-Петербург. Прибывает на первый путь. Такое сообщение на Витебском вокзале теперь звучит кратно чаще. В период с 7 до половины 10 утра электрички из Павловска приходят каждые 10 минут. Небольшой интервал и есть тактовое движение. Его запуск по видеосвязи комментирует губернатор Петербурга Александр Беглов и генеральный директор главного ЖД-перевозчика страны. Запуск тактового движения между Петербургом и Павловском отвечает запросу многих жителей и тем более наших гостей. Это и учащиеся, и работники предприятий, которым необходимо утром добраться до Петербурга, а вечером вернуться домой. Это, безусловно, конечно, туристы. Огромный поток туристов. Пушкин и Павловск одно из любимых направлений путешествий. Сегодня современный мегаполис невозможно представить без быстрого, комфортного железнодорожного сообщения. Люди пользуются им буквально каждый день для поездок на работу, домой, а также для посещения туристических объектов. Тактовое движение электричек запущено в часы пик. Утром по направлению в Петербург. Вечером в обратном. С 10-минутным интервалом с Витебского вокзала в Павловск поезда будут уходить с 17 до 19 часов. А перед самыми напряженными временными отрезками интервал движения составит всего 15 минут. К такому количеству поездок и пассажиров нужно было подготовить инфраструктуру. Мы провели колоссальную работу. Во-первых, мы привели привокзальную территорию в надлежащий вид. Вокзалы, платформы, инфраструктуру, как железнодорожное полотно, так и опоры контактной сети. На ряде перегонов мы полностью заменили контактную подвеску. Мы рассчитываем на то, что тактовое движение даст предложение, на которое жители среагируют и действительно разгрузится уличнодорожная сеть. Сегодняшний день яркий пример. Метель и, конечно, добраться до города намного проще на поезде пригородного сообщения, чем на автобусе даже или на личном, тем более, автомобиле. На Витебском вокзале под тактовое движение реконструировали две платформы. Это направление выбрано не случайно. Анализ пассажиропотока. Специалисты подсчитали, что он увеличился на 17%. Показал его востребованность. Есть ряд станций, где у нас есть значительный пассажиропоток. Это станция Шушара, которая была первым сигналом, которая показала, что нужно работать с расписанием и увеличением количества поездов. Там у нас рост составил 2-4%. Судя по прогнозам, уже в следующем году по этому пригородному маршруту поток пассажиров увеличится еще на 9%. Это почти полтора миллиона человек в год. Поэтому 17 новых электричек будут очень кстати. Это подмечают и те, кто каждый день приезжает на Витебский вокзал. На работу все в Питер едут. Едем. Время, деньги. Когда 10 минут между электричками, можно успеть на работу вовремя. Не оставляйте свои вещи на вокзале. Это очень актуально. Электричка сейчас – самый быстрый способ добраться из Павловска в Петербург. В пути примерно 35 минут. Поэтому в правительстве города уже задумываются над запуском тактового движения и по другим направлениям. Колпино, Сестрорецк, Араньенбаум. Дмитрий Ковалев, Евгений Чернов, Мария Плакидина. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Лучих юристов Петербурга честовали сегодня в Капелле. Там прошла церемония награждения лауреатов премии юстиции 2022. Открывая церемонию, вице-губернатор Борис Петровский поздравил и поблагодарил участников за вклад в развитие институтов демократического общества и правового государства. Юристы – это люди очень особенные, это люди очень эрудированные, умные, люди очень культурные. А именно культура и юриспруденция показывают уровень общества, высокий уровень общества, в котором мы живем. Который так свойственен и так понятен Санкт-Петербургу. Все лауреаты получили памятную статуэтку Фемиды и почетный диплом. Традиция отмечать лучших среди служителей Фемиды зародилась более 10 лет назад по инициативе Межрегионального отделения Ассоциаций юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В Петербурге сегодня наградили 100 молодых ученых-лауреатов в премии «Математическая прогрессия». В этом году ими стали победители и призеры одной из международных олимпиад по математике и чемпионатов по программированию. Вместе с именной наградой студенты и аспиранты получили стипендии и гранты. Отмечу обладатели премии также имеют возможность продолжить свои научные исследования в проектах учредителей конкурса компании «Газпромнефть» и Санкт-Петербургского государственного университета. Молодежь – это наше будущее. Естественно, надо, если не воспитать, не образовать хорошо студентов, а до этого школьников, а потом аспирантов, то через 20 лет мы будем расхлебывать плоды этого. Эти стипендии позволяют заниматься наукой, не обращая внимания на какие-то повседневные проблемы, не ища заработок и так далее. Жить, изучать интересную науку, математику – это, конечно, очень приятно. Я добавлю премию «Математическая прогрессия» учредили в 2015 году. За это время престижную награду получили 800 молодых ученых. Петербургские реставраторы восстановили монумент Павлу I на парадном плацу перед Павловским дворцом. Состоялось торжественное открытие памятника после реставрации. Церемония приурочена к 245-летию со дня основания города Павловска. Этот монумент – копия со скульптуры в Гачине работы Ивана Виталия. Памятник был установлен у входа в Большой Павловский дворец 150 лет назад. Последняя реставрация проводилась в начале 2000-х. Работы по восстановлению начались в июне этого года. Нельзя не сказать о замечательных реставраторах, которые помогли сохранить этот уникальный объект. Они не только выполнили свой объем работ, но и вложили огромные усилия в то, чтобы это место стало знаковым, интересным, красивым. И была воссоздана историческая справедливость, которую мы сегодня с вами видим. Видимые повреждения самые большие касались правой ноги скульптуры, появились трещины и, в общем-то, открылись утраты крупных фрагментов. И в дальнейшем при обследовании скульптуры выявились повреждения, полученные в годы Великой Отечественной войны. Реставраторы воссоздали по историческим документам. И ограду монумента внутри клумба выполнена в форме мальтийского креста в знак того, что император Павел I был магистром этого рыцарского ордена. Весной на клумбе распустятся белые тюльпаны и станут достойным обрамлением памятника. В ее активе более сотни научных работ, семь патентов на изобретение. Но лучше всего о профессиональных и человеческих качествах доктора Орловой говорят многочисленные отзывы тех людей, которые обязаны ей жизнью. Эти истории услышала Двероника Озерова. Это уже практическая такая деятельность, которая очень нужна для вас. За спиной Рашиды Орловой более 30 лет работы с онкобольными. На встрече с орденаторами главный специалист по клинической онкологии городского диспансера рассказывает о тонкостях лечения тяжелых случаев. Признается, сама, будучи студенткой, мечтала стать нейрохирургом. Я работала в четвертой больнице кардиологом, который достаточно активно занимался кардиологией. А когда я пришла в институт онкологии, то кардиология была на такой, знаете, минорной ноте. Посмотрела больного, назначила какое-то лечение. Все равно больного прооперируют, несмотря ни на какие твои опасения. Ну и я как-то понимала, что какую-то некую свою ненужность на тот момент. В самом крупном онкодиспансере Петербурга профессор работает уже 13 лет. За это время провела в учреждении реструктуризацию, которая помогает лечить пациентов быстрее и качественнее. У нас есть четкое разделение, у нас есть хирургические отделения, у нас есть противоопухолевая лекарственная терапия, онкологические отделения и есть отделение лучевой терапии. Тем самым мы позволили, во-первых, врачам-хирургам заниматься непосредственно своей работой хирургией, а химиотерапевты занимаются своей работой непосредственно серьезным и сложным лечением. Химиотерапию переносите нормально. Традиционный обход. Онколог выслушивает доклады лечащих врачей и осматривает больных. Она уверена и не устает повторять коллегам, своим студентам и пациентам. Нельзя относиться к этому диагнозу как к приговору. Это на сегодняшний день хроническое заболевание, которое можно контролировать, которое мы знаем вообще, как контролировать и как реабилитировать больных. Анатолий Чапурин проходит лечение больше года. Рядом жена Ольга. Рассказывают, что доктор Орлова постоянно поддерживает не только консультациями, но и своим настроем. Тот позитив, который она сама излучает, конечно, влияет на больных. И надо сказать, что врачи тоже в ее ауре находятся. Мы это видим. Реабилитация тех, кто уже завершил лечение – одно из важных направлений, развиваемых онкологом. В этом году в городе открыли художественную студию. Вернуть краски в жизнь помогают волонтеры. В планах развивать и танцевальную терапию. Некоторые больные говорят, знаете, с болезнью у меня потом вдруг началась пустота. А вот эта пустота заполняется интересными вещами. Вот, например, в художественной студии в нашей у нас там Татьяна Ласка, да, занимается. Она рассказывает им о тенденции в живописи, она рассказывает историю живописи. У них наполняется жизнь. Поэтому это очень важные такие аспекты, которые дают качество жизни. Свой юбилей Рашида Орлова встретит на работе. Впереди много планов. А о своей главной цели говорит не только помогать пациентам побеждать болезнь, но и возвращать их к привычной жизни. Вероника Озерова, Дмитрий Гринчак, Сергей Клюкин, Петр Калядин. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Но прямо сейчас о погоде. Завтра в Петербурге в течение суток ожидается сильный снегопад. Днем минус 5, минус 7 градусов. Ночью похолодает до минус 9 на дорогах Гололедица. И снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны. Новости, телеканал Санкт-Петербург. О заметных криминальных событиях уходящего дня.